Вот это Google Pixel 3a, и в этом телефоне есть что-то особенное. Это единственный телефон, который на 100% совместим с Ubuntu Touch. Возможно, это самая лучшая и многофункциональная мобильная операционная система Linux, доступная на сегодняшний день. И когда я говорю, что все работает, я имею в виду, что это говорит практически обо всем. На самом деле у них здесь есть очень хорошая страница, на которой перечислена куча различных поддерживаемых телефонов и все то, что должно и не должно с ними работать. И когда дело доходит до всех аппаратных функций этого устройства, у всего есть зеленая галочка, и это включает камеру Bluetooth, отправку и получение сообщений с изображениями. Считыватель отпечатков пальцев здесь, на задней панели, фонарик, действительно почти все. И я использую его в качестве своего основного мобильного телефона уже чуть больше двух недель. Итак, в этом видео я расскажу вам, ребята, о том, реально ли сегодня использовать мобильное устройство Linux. И действительно ли этот телефон, который предположительно работает на 100%, на самом деле на 100%. Поэтому, прежде чем мы углубимся в мой реальный опыт использования этой штуки, нам нужно поговорить о фактических спецификациях и самому Ubuntu Touch. Не позволяйте цене этой штуки вести вас в заблуждение. Это прекрасный пример того, почему вам действительно не нужно тратить 1200 долларов, чтобы купить приличный сотовый телефон. Он оснащен процессором Snapdragon 670, дисплеем 1080 на 2160 пикселей. Он сделан из поликарбоната, а не из пластика или хрупкого стекла, как мы видим на многих действительно дорогих смартфонах. Как мы видели, считыватель отпечатков пальцев здесь расположен почти идеально. Я все еще хотел бы, чтобы они были прямо там. Батарея емкостью 3700 мА и в паре со спецификациями этого телефона вы легко можете проработать целый день, и это также верно для Ubuntu Touch на этом телефоне. В целом, этот телефон был чрезвычайно хорошо принят, когда он был выпущен в 2019 году, и с тех пор цена значительно упала. Эти Google Pixel 3 вы, вероятно, могли бы найти примерно за 80-150 долларов в зависимости от того, что именно вы ищете. Это версия XL, так что она будет стоить немного дороже. И мне действительно пришлось найти очень специфическую модель на eBay, чтобы убедиться, что она действительно работает с тем, что мы собираемся делать сегодня. Потому что изначально я купил этот телефон на бэкмаркете, и там было сказано, что он полностью разблокирован. Они имели в виду разблокировку оператора, а не разблокировку AUM, что очень важно. Поэтому, если вы подумываете о том, чтобы попробовать это и провести этот эксперимент самостоятельно, убедитесь, что в списке, в котором вы покупаете это устройство, указано, что оно разблокировано AUM. Таким образом, мы собираемся продолжить и перейти к обсуждению Ubuntu Touch как проекта. Ubuntu Touch был анонсирован Марком Шаттлортом, нынешним генеральным директором Canonical, хотя на момент анонса его там не было, в 2011 году. Когда он написал сообщение в блоге о том, как он представлял Ubuntu как конвергентную платформу, питающую смартфоны, компьютеры, смарт-телевизоры, практически все. Все благодаря Unity, о котором было объявлено всего за год до этого. И он сказал, что ожидает, что все это произойдет к Ubuntu 14 часов 4 минуты. Ubuntu Touch 10 опубликовал до крайнего срока в Ubuntu 13 ноября 1, однако поддерживалось лишь несколько телефонов, таких как Nexus 4. И чтобы решить эту проблему, Ubuntu запустила сбор средств на создание своего собственного телефона Ubuntu Edge. Цель этого проекта была довольно двусмысленной. Это было 32 миллиона долларов за один месяц, и есть даже несколько крупных пожертвований от некоторых крупных компаний, таких как Bloomberg, пожертвовавших 800 долларов 0. Месяц спустя было собрано 12 долларов 7. Миллионы, к сожалению, из-за того, что они фактически не достигли цели, все деньги были возвращены. Конечно, в то время это было самое большое количество денег, когда-либо собранных на Indiegogo, так что это что-то интересное. И во время разработки бета-версии Unity 8, именно тогда он объявил решение полностью прекратить финансирование проекта Unity, а также телефоны и конвергентные оболочки. Проект был подхвачен сообществом UbPorts. В том же году они создали фонд для поддержки проекта с юридической точки зрения. И они очень активно работают над этим проектом. Самое последнее ото для Ubuntu Touch выпущено в июне, и на самом деле в будущем появятся некоторые важные обновления, которые мы будем освещать на этом канале. Поскольку они будут переходить с версии Ubuntu 16 на некоторые более поздние версии ELSE, такие как 22. Поддержка сенсорных устройств Ubuntu растет с опциями, поддерживаемыми Linux, такими как PinePhone и портирование коммерческих телефонов, что приводит нас к этому Pixel 3a. Кстати, сим-карта в этом телефоне – это сим-карта Mint Mobile, и именно они сотрудничали с нами и сделали это видео возможным. Вы, наверное, видели эти забавные малобюджетные рекламные ролики с Райаном Линольцем здесь, на YouTube, но позвольте мне быстро рассказать вам, насколько потрясающий у них сервис. Mint Mobile предлагает беспроводное покрытие премиум-класса всего за 15 долларов в месяц, и вам не придется жертвовать покрытием, данным или скоростью. Они построены в той же сети, что и T-Mobile, которой я пользовался ранее. Абсолютно никакой разницы в скорости между этими двумя телефонами. И чтобы снизить затраты, они продают товары напрямую вам онлайн, исключая розничные магазины и продавцов. Вы можете сохранить свое тоже устройство, вы можете сохранить свой тот же номер телефона и легко переключать услуги, используя либо SM, либо если ваш телефон не совместим с этим. Они отправят вам сим-карту бесплатно. Приходит вот такая маленькая открытка, вы просто вытаскиваете ее, и все готово. Я пошел дальше и вставил сим-карту Mint Mobile в этот сенсорный телефон Ubuntu, и с очень легкой настройкой он работал, включая LTE, звонки, текстовые сообщения, сообщения с картинками, все. Все планы включают неограниченное количество разговоров, текстовых сообщений, 5G, горячую точку и, конечно же, есть варианты семейного плана. Так что перестаньте платить больше, чем вам нужно за свой счет за беспроводную связь, и начните экономить по-крупному с Mint Mobile. Воспользуйтесь моей ссылкой в описании, чтобы получить беспроводную связь премиум-класса стоимостью от 15 долларов в месяц, или отправляйтесь в Mint Mobile.com TechHut. Теперь мы на устройстве. Теперь это экран блокировки. И прежде чем мы зайдем слишком далеко во мнениях и все такое, я просто покажу вам общий пользовательский интерфейс и пользовательский интерфейс. Сегодня звонков не было. Это экран блокировки. Поэтому, чтобы разблокировать его, мы просто проведем пальцем по нему. Здесь я мог бы ввести свой пароль или воспользоваться маленьким считывателем отпечатков пальцев на задней панели. Работает очень хорошо, очень быстро. А затем это ваш домашний экран. Теперь, когда приложения не открыты, вы фактически получаете домашний экран, но как только вы начнете что-то открывать, вы просто будете перемещаться туда-сюда между этими приложениями. Вот наша док-станция с нашими наиболее часто используемыми приложениями сбоку, и вы можете настроить ее так, как считаете нужным. Нажмите эту маленькую кнопку Ubuntu, она откроет все наши приложения. Так что, например, если мы пойдем дальше и откроем пару из них, давайте откроем обмен сообщениями здесь. А затем в этом приложении, если мы проведем пальцем вверх, это действительно мало что даст, кроме как открыть опцию запуска здесь. Теперь здесь в сообщениях, например, если мы проведем пальцем вверх, как вы ожидаете от Android, чтобы вернуться домой, он этого не сделает. В данном случае для этого приложения он попытается составить новое сообщение. Если мы проведем пальцем вот так, откроется панель запуска приложений, а затем мы сможем войти в наш полный лаунчер таким образом или смахнуть его прочь. Теперь, чтобы перейти к нашей многозадачности, мы могли бы просто провести пальцем с этой стороны. Теперь вы можете видеть, что открыто только сообщение. И я мог бы переходить между приложениями, и если я захочу закрыть это, я бы просто провел пальцем вверх. И вот мы здесь, где ничего не открыто. Глядя сюда наверх, у нас есть наше время, наша батарея, громкость. Буква L означает, что в данный момент мы получаем соединение LTE. У нас есть наши столбики, данные, местоположение, а зеленый цвет означает, что у нас новое уведомление. Если я продолжу и проведу пальцем вниз, как вы ожидаете на большинстве телефонов, вы увидите, что здесь у нас есть уведомление. У меня новая голосовая почта, а также новое сообщение. Если мы перейдем к ротации, у нас будет блокировка ротации. У нас есть файлы раскладки клавиатуры прямо здесь, так что если вы активно загружаете или загружаете что-либо, вы увидите это там. В разделе местоположение у вас есть функция определения местоположения. Вы можете включить это там. Bluetooth тоже самое. Сеть. У нас здесь есть много вариантов, в том числе, если вам нужны данные сотовой связи, Wi-Fi, режим полета и все такое. Звук. У нас есть некоторые настройки звука. Батарея. У нас есть наша яркость. Так что если я увеличу ее, это мало что даст. Это одна из тех вещей, в которые можно попасть или промахнуться. У нас есть свое время и дата в календаре и все такое. И последняя, но не менее важная система. Теперь одна вещь. Нужно распределить множество вещей вот так, чтобы попытаться двигаться вперед и прыгать туда-сюда между ними. Я бы очень хотел, чтобы было что-то вроде комбинированного меню, в котором по умолчанию проводился свайп вниз. Это может быть включено, например, уведомление, яркость и пара других встроенных функций, или по крайней мере быстрое переключение, как мы видим в Android. Но на данный момент это определенно помогает. Мы просто проведем пальцем вверх, чтобы избавиться от этого, и появится наша маленькая штучка вот здесь. Теперь мне нужно отметить одну вещь. Вы, наверное, заметили, что все меню темные, и я сделал это с помощью настройки. Если мы перейдем к инструменту настройки ADD или Ubuntu Touch, то именно там я пошел дальше и сделал это. А теперь здесь вы можете видеть, что у нас есть Unity 8, масштабирование, режим использования, лаунчер и куча различных настроек. Системная тема в стадии эксперимента. Вы можете видеть, что я использую темную тему. Светлая тема обычно используется по умолчанию, но я просто предпочитаю светлые темы в целом. Для остальной части этого видео давайте продолжим и переключим его на тему по умолчанию, вернемся назад, и чтобы действительно включить это, нам нужно будет перезагрузить наше устройство. Итак, мы переходим сюда, в систему, выключаемся и перезагружаемся. Очень быстро, я подожду, пока это закончится. И поехали. Это начальный экран, который мы получаем с тех пор, как устройство разблокировано. Вот и все, это начальный экран, который мы получаем с тех пор, как разблокирован фактический загрузчик. А затем мы видим экран Google, потому что это пиксельный телефон. А затем это приводит нас к нашему реальному экрану загрузки Ubuntu Touch. И теперь, если я зайду в такое приложение, как Отвик Тул, вы сможете увидеть, что теперь все это будет легкой темой. Подтвердите это. И это не по телефону, это на самом деле из App Store, так что если мы пойдем туда и покажем вам, как это выглядит, это будет прямо здесь. Если мы подойдем сюда, чтобы действительно увидеть название магазина, то это открытый магазин. Так что откройте открытый магазин, дайте ему минуту на загрузку, и здесь вы сможете увидеть некоторые приложения. У всех приложений есть своего рода рейтинговая система, где есть сердечки, смайлик, бессердечка и ошибка. Например, если мы перейдем к телепортам, а я полагаю, что это клиент Telegram, вы увидите много сердечек, много смайликов. Несколько сообщений об ошибках и некоторых людей, которым это не нравится. Как и все остальное, вы получаете краткое описание того, что представляет собой приложение, несколько отзывов прямо здесь с тем, как они его оценили. Хороший журнал изменений и еще немного подробностей, чем на их странице на JITOP, и все такое. Сейчас, ради экономии времени, я не собираюсь просматривать абсолютно все, что здесь есть, но у вас есть такие вещи, как DECO, который является почтовым клиентом. У нас есть навигатор для навигации. Самый любимый здесь, внизу, и это действительно здорово. Так что у нас есть тот инструмент настройки, который у меня есть, Peer Maps, веба, средства просмотра документов и еще пара вещей. Приложений не так уж много, но на самом деле веб-приложений очень много. Так что если бы я поискал, например, на YouTube, вы могли бы увидеть, что там есть целая куча различных клиентов YouTube, которые, в свою очередь, являются просто веб-приложениями. И, например, у меня есть один. Так что если я зайду в свои приложения, вы сможете увидеть там YouTube. Если я открою его и войду в систему, так что если я зайду на свой канал, вы увидите, что он довольно быстрый. Единственная действительно похожая нативная функция находится здесь. Если я нажму эту маленькую кнопку воспроизведения, мы получим перезагрузку, чтобы вернуться к домашним тенденциям, и просто несколько ссылок, чтобы быстро перейти к делу. Но если я продолжу и сыграю что-нибудь здесь, это работает действительно хорошо. А если я продолжу и уменьшу громкость здесь, вы сможете увидеть, как все это работает. А если я сделаю это на весь экран, поверну его, все получится довольно быстро, и на самом деле это вас не сдерживает. И, конечно, чтобы избавиться от этого, я мог бы просто перейти к многозадачности, а затем провести пальцем вверх по YouTube, и это полностью закроет это приложение. А теперь давайте продолжим и углубимся в некоторые приложения, которые я фактически установил на эту штуку. Так, например, здесь есть несколько игр, на которые я должен перейти. Одна из них мне действительно нравится прямо здесь, это лайнер. Сейчас игр не так много, но есть несколько, которые помогут вам скоротать время. В этой игре вы просто касаетесь экрана, чтобы двигаться, и вам придется избегать препятствий. Так что давайте поднимемся наверх, спустимся до конца, и о-о-о-о, вот так вы и умрете. Но довольно простая игра. На самом деле это довольно весело, и по мере прохождения уровней становится все более сложными. Так что хлопайте и вперед. И продолжайте, 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 и мы победим. Так что просто пример. Теперь одна вещь, которую вы, вероятно, будете делать совсем немного, так как доступность приложения невелика, это просмотр веб-страниц. Так что это их веб-браузер. Я просто собираюсь показать вам очень быструю реакцию и все такое. Давайте перейдем к Google Tech Hat, и это должно дать нам возможность перейти на главный веб-сайт Tech Hat. Так что если мы откроем его, дайте ему второй раз просто загрузиться. Вот и все, мне пришлось нажать на него немного сильнее. Это наш веб-сайт, и если я открою нашу последнюю рассылку новостей, я рекомендую вам подписаться на нее. По большей части каждую неделю много новостей, и вы можете видеть, что она очень отзывчива. Листайте дальше. Там не так много заиканий, не так много задержек. Мы можем увеличивать и уменьшать масштаб. В целом, это действительно не проблема. Ничего хуже, чем можно было бы ожидать в обычном браузере на Android или даже iPhone. И, например, давайте выделим этот текст здесь, скопируем, и все это прекрасно сработает, если мы нажмем вот здесь. Здесь нет опции выбрать все, что в некотором роде отстой, но мы могли бы продолжить и вставить, и все готово. Теперь, кроме того, говоря о интернете и веб-приложениях. У меня здесь есть еще пара других, кроме YouTube. Например, Twitter — это тот, которым я пользуюсь довольно часто, и он, как правило, работает довольно хорошо. Так что здесь мы дадим ему всего минуту на загрузку. И опять же, оно не такое отзывчивое, как родное приложение для Android, но оно определенно сделает свое дело. Так что если мы перейдем к уведомлениям здесь, загрузка займет всего секунду, и мы сможем как бы посмотреть, что происходит. Теперь давайте проверим некоторые из реальных приложений, не связанных с веб-приложениями. Например, Podbeard. Это действительно хорошее приложение для подкастов. Если вы слушаете подкасты на своем телефоне, это, вероятно, будет вашим лучшим другом. Вы могли бы видеть, что у меня много Destination Linux, я бы порекомендовал, а затем немного новостей. И если мы перейдем сюда, в раздел «Загрузки», вы увидите, что я использовал его пару недель назад для этого материала, но если я продолжу и сыграю, например. Добро пожаловать в эпизод номер 302 Destination Linux. Destination Linux — это видеоподкаст из текстовой цифровой сети. Если вы новичок в шоу, Destination Linux — идеальный подкаст. Я думаю, что это ошибка. Google Plays или Google Circles или что-то в этом роде. В целом, это работает действительно хорошо. По крайней мере, по моему опыту, все приложения, которые есть, имеют хорошие рейтинги, и все это действительно определенно стоит использовать. Например, «Погода здесь» — всем нужно старое доброе погодное приложение. Вы могли бы посмотреть, как оно выглядит и работает. В целом, это действительно здорово, дает вам много данных, много информации, чтобы получить действительно конкретные данные о том, что именно происходит в определенные дни. В целом, весь опыт использования этого телефона был потрясающим. Теперь, учитывая это, есть некоторые минусы. Я изначально упоминал, что хотел бы, чтобы они были немного более взаимосвязаны друг с другом вместо того, чтобы иметь все эти различные опции на панели уведомлений. Кроме того, единственная вещь, которая не работает, находится прямо здесь под местоположением. Здесь написано, что она работает. Я заставил ее работать один раз примерно на минуту, и это все. Одно из самых рейтинговых приложений находится прямо здесь, Pure Maps. Само приложение отличное, но я просто не смог получить правильные данные о местоположении. Итак, если я продолжу поиск или давайте проложим маршрут. Вы сможете видеть с текущей позиции, и это будет загружаться так почти всегда. В тот единственный раз, когда мне удалось заставить его работать, я держал его на этом экране около 10 минут. В конце концов он подключился, а затем примерно через минуту отключился. Это не очень хорошо для указания направления от поворота к повороту, но вы все равно можете использовать это приложение как систему, подобную MapQuest. Вы можете видеть, насколько оно отзывчиво. Я имею в виду, что это хорошее приложение. Увеличьте масштаб здесь, оно загружает данные очень быстро. Это хорошо. Но было бы намного лучше, если бы указания от поворота к повороту и все такое могли работать. Независимо от того, какая у меня сим-карта, будь то T-Mobile, Mint Mobile или что-то еще, она имеет тенденцию отключаться и повторно подключаться к интернету. Она всегда начинается с 2G, а затем в конечном итоге подключается к LTE. Так что это просто немного раздражает, если вы активно просматриваете веб-страницы, а она решает прервать соединение и снова подключиться. Это занимает гораздо больше времени, чем следовало бы. И опять же, это вина операционной системы, а не поставщиков услуг. Если мы пойдем сюда, то сможем подождать. Во многих случаях, если я перейду в режим полета и заставлю его переосмыслить это, а затем отключу, во многих случаях это быстро устранит проблему. Но в остальном, на самом деле, в этом телефоне нет ничего плохого или плохого. Его очень удобно использовать для обычных повседневных звонков, текстовых сообщений, очень быстрого поиска чего-то в Google. Вы можете увидеть все различные настройки здесь. У нас есть VPN, у нас есть настройки-настройки фона, звуков и так далее. Уведомления, некоторые системные вещи, включая обновления, и мы могли бы зайти в разделы программе и посмотреть действительно конкретную информацию об этом телефоне. Это Pixel 3 и все такое. Теперь одна вещь, которая действительно хороша в этом телефоне, это камера. Камера на самом телефоне действительно хороша, но я не испытывал никаких существенных проблем, когда дело доходило до фактического использования этой камеры. Так, например, я собираюсь увеличить изображение этого маленького мини-ПК. Я только что записал на него видео, оно должно быть увеличено. Вам следует пойти и посмотреть его. Сделайте снимок и готово. Теперь, если я переключусь, например, на видео, я также могу начать запись видео, и прямо сейчас вы слышите мой звук за видео, и это довольно хорошо. Если мы увеличим масштаб во время записи, конечно, изображение немного исказится, не самое лучшее, но для телефона с открытым исходным кодом Linux это довольно хорошее качество. А затем, если мы откроем приложение галереи, мы сможем увидеть кое-что из того, что мы сделали. Так что, если я открою эту фотографию, увеличу масштаб, вы увидите, что она довольно хороша. Она немного размыта, но в данный момент у меня включено много света. Если я вернусь и перейду к этому видео и нажму кнопку воспроизведения, откроется приложение Медиаплеера, а затем будет воспроизведено видео. Оу, вы действительно хороший, очень отзывчивый, и я могу просто бум-бум, чтобы избавиться от этих приложений. Так что, в целом, определенно есть несколько минусов, но пользоваться этой штукой было абсолютным удовольствием. Так что, учитывая все это, можно ли использовать этот телефон в качестве ежедневного водителя? Я должен сказать, что да, вам все же придется немного сдаться. Проблема в том, что у меня есть оба этих телефона, доступных мне за этим столом. Например, я бы потянулся к Android One, чтобы сделать такие вещи, как публикация твита или что-то в этом роде. Но когда я пошел дальше и достал эту штуку, она сделала много основных вещей, которые мне были нужны. Но, конечно, перейти от чего-то вроде телефона Android к этому немного сложно, если вы просто привыкли к доступности приложений, скорости, отзывчивости. Если вы выполняете большую работу с Android или даже iPhone, вам может быть трудно использовать это изо дня в день. Но я думаю, что, вероятно, один из самых лучших вариантов использования чего-то подобного, это если вы хотите не использовать свой телефон так часто. Есть своего рода тенденция, когда люди переходят на эти тупые телефоны или действительно снимают защиту со своего телефона и удаляют из него функции, чтобы меньше пялиться на экран. И это действительно хорошо. Это полезно для вашего психического здоровья. В этом есть много положительных аспектов. Теперь разница между использованием тупого телефона и чем-то вроде телефона с Linux, который на самом деле работает несколько прилично, заключается в том, что у вас на самом деле есть больше доступных инструментов и вещей. И если вы тот, кто хочет полностью уйти от экосистемы Google и при этом по-прежнему иметь приложение и некоторые из тех функций, которые вы ожидаете от современного смартфона, то это действительно хороший вариант. Я выполняю большую часть работы со своего телефона, и, к сожалению, это еще не совсем то, что мне нужно. Так как в настоящее время в моей жизни я слишком мобилен, чтобы не иметь всех приложений и всего, чем я пользуюсь изо дня в день. Но если бы мне это было нужно, мог бы я переключиться на использование Ubuntu Touch на этом пикселе. Да, одно предложение, которое я мог бы сделать, если вы действительно хотите попробовать переключиться на это, это сохранить свой текущий телефон. Купить дешевый подержанный пиксел, как это сделал я, использовать оба одновременно некоторое время, а затем иногда оставлять свой старый телефон дома. И посмотреть, насколько хорошо вы, сэр, сделайте это с этим. Опять же, большой недостаток, по крайней мере, который я заметил при условии, что технически это должно работать, заключается в том, что GPS просто обновляется недостаточно быстро. Так что я не могу использовать его для составления карт или определения направления в реальном времени. Вы можете использовать это как систему картографических квестов, но, к сожалению, мне это не поможет. И, конечно же, все постоянно обновляется, так что я обязательно посмотрю на это еще раз, когда в будущем появятся некоторые из этих больших обновлений. И при всем при этом я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я очень надеюсь, что у вас будет абсолютно прекрасный день. Все, что я упомянул, будет связано ниже, и до свидания.